Не особо понятно, пока, зачем она мне была нужна. Согласны? А нужна она мне была, вот для чего, ребята. Предположим, что мне удалось треугольник так непрерывно отобразить, что у него нет ни одной неподвижной точки. Всегда отобразить треугольник. Понимаете ли вы, что в таком случае минимум из х, f от х, где х пробегает весь треугольник, имеет, что это число существует и что оно будет больше нуля. Вот для каждой точки треугольника посмотрим, куда она при нашем непрерывном отображении переходит. И возьмем длину этого отрезка. Вы согласны, что это непрерывная функция? А непрерывная функция на компакте принимает свое наименьшее значение. Но поскольку ни в какой точке эта штука не равна нулю, то значит наименьшее значение будет больше нуля. Так, осталось мелочь. Осталось быстренько вспомнить, почему же непрерывная функция на компакте принимает обязательно наименьшее значение. Эта вещь очень простая, мы это уже делали, но вспомнить надо обязательно. Непрерывная функция на замкнутом ограниченном множестве. Почему больше нуля? Почему больше нуля? Потому что она нигде не равна нулю. Ну расстояние вообще не бывает отрицательным. А вот нулю, а сейчас, что такое фортика? Ф от х, это непрерывное отображение треугольника в себя. Ф для любой точки х есть ее образ, куда она переходит. А это расстояние, это палочки, это расстояние. Давайте возьмем отрезки на отрезке. Пусть у нас есть непрерывная функция, которая, например, может ли непрерывная функция быть неограниченной на отрестие? Вот функция определенная, ну или на компакте, неважно. Функция определенная, но для отрезки на отрестие. Может ли так быть, что она непрерывная и среди ее значений есть сколько угодно большие? Забыли про треугольник пока? Просто есть отрезок, на нем непрерывная функция. Может ли так быть, что значение этой функции неограничено сверху? Или неограничено сверху, снизу, без разницы? Может или нет? Нет, почему? Дан отрезок, на нем дана непрерывная функция. Почему ее график обязательно ограничен? Пусть для любого натурального n есть значение, которое больше, чем n. Тогда что? Обозначим через xn такую точку, что значение функции в этой точке больше, чем n. Есть предельная точка? Конечно! У этой последовательности есть предельная точка. И что? Раз замкнуты ограниченные, значит, что это предельная точка. Отлично, вот вперед. У нас есть компакт, например, с границей. На нем заодно функция какая-то. Допустим, что она может принимать сколько угодно большие значения. Обозначим через xn точку, которая принимает значение какую-нибудь из точек, которая принимает значение больше, чем n. В которой функция больше, чем n. Да. f от xn, там n, у меня неаккуратно написано. А функция в любой точке у нас конечная, значит... Важно вот, что это? Для последовательности есть хотя бы одна предельная точка. Это все помнят? Потому что она замкнута и ограничена. Множественно замкнуты и ограничены, да. В смысле, потому что она ограничена, поэтому есть предельная точка. А раз она замкнут, значит, она принадлежит... Значит, предельная точка принадлежит множественную. Ну а теперь какое может быть значение в этой предельной точке? Ну какое-то значение, я не знаю, есть. Можно взять n, которое больше t и получить противоречие, потому что с n, с n плюс 1 и тогда они будут все у нас больше n. При этом их будет бесконечно много. Поэтому последовательность будет стремиться к нашей точке, она не будет стремиться, она будет иметь t как предельную. Такого быть не может, потому что можно взять окрестность с центром t, которая не содержит n. Так как после мен у нас будет бесконечно, сейчас мы шли на т.к. то здесь мы получаем противоречие с определением предельной точки. Дошло? А можно еще раз сказать о том, что есть хотя бы одна предельная точка? Ну вот, у нас есть хотя бы одна предельная точка, пусть в ней функция принимает значение t. Дальше. Существует n, которое больше t. Теперь заметим, что у нас все... рассмотрим окрестность точки t, которая лежит целиком левее чем n. Да, целиком левее чем n. Так у нас функция непрерывная, значит, в какой-то окрестности нашей... Ну пусть обозначим эту предельную точку за x. За s. За s. Да. Вот это в какой-то регион окрестности, раз функция у нас непрерывная, все принимают... Все значения лежат в этой окрестности точке c. Да. Это просто определение непрерывной функции. Вот. С другой стороны, в этой окрестности лежит... Бесконечно. Много есть точек... Точек членов, членов последований. Значит, в том числе, там есть какой-то член, который больше t. не может быть точкой. Но... Поэтому геройство, он лежит где-то здесь, а вовсе не вот в этой окрестности. Получаем противоречие. Даша, на самом деле вы поняли? Да. Отлично. Катя? Да. Отлично. Ну все, спасибо. Если честно, Андрей, рано ушел. Ушел он рано по одной простой причине. Мы оказали, что функция ограничена сверху. Ровно так же она ограничена снизу. Да, просто поменяем на точечё. Но... А может быть такая ситуация, что classroom организация, но своего максимального значения не принимает или снизу ограничено, но минимального своего значения не принимает. То есть есть точная верхняя грань, а нет максимума, или наоборот, есть точная нижняя грань, но нет минимума. Вот как с этим быть? Предположим, что функция непрерывна на отрезке. Можно точно так же, ну, только надо что-то прозвучать. Я говорю вам, пусть есть непрерывная на отрезке или на треугольнике функция, давайте так, для верхней грани, у которой есть точная верхняя грань, и она не достигает, но с другой стороны у нас есть сколько угодно близких к нему значений. Вот пусть у нас будет значаться буквой r, вот тогда будем брать последовательность xn такую, чтобы f от xn было больше, чем r минус 1. Понятно, чем вы занимаетесь? Берем такую точку, в которой значение на одну n или даже больше приближается к суперному, да. Вот. Такую точку всегда можно найти, потому что это у нас точная верхняя. По определению точная верхняя грань, да? Вот. Если у нас последовательность, опять же, ограничена, значит, у меня есть предельная точка, как раз она замкнутая. Не она, а множество. Да, раз вот эта множество замкнутая, значит, предельная точка, и значит, любая предельная точка принадлежит этому множеству. Да, по-прежнему множеству, да? Аналогично, пусть у нас эта точка s и f от s равно t. t у нас строго меньше, чем r, потому что r минус 1. Значит, найдется такая окрестность, которая содержит точку t и не содержит точку r. Да, значит, найдется такая окрестность, но здесь радиус какого-нибудь один делить на очень большой, а? Который не пересекается. Да, который с ней не пересекается. Да, спасибо. На самом деле, можно было вот это рассуждение... То есть не хочется что-то нового придумывать, пожалуйста? Нет, я абсолютно прав, это классика, это ровно так во всех учебниках и написано. Так вот, для того, чтобы тем, кто изучает анализ и при этом не сильно задумывается, было проще, в этом месте иногда рассказывают так. Пусть у нас есть непрерывная функция на компакте, которая вот так получилось, имеет точную верхнюю грань, но ее не достигает. В некоторых учебниках тогда пишут следующее. Рассмотрим такую функцию. Единица разделить на r минус f от x. Смотрите, какая прелесть. Это непрерывная функция, ну как композиция непрерывной функции, да? И при этом, если у меня f от x бывает сколь угодно близко к r, знаменатель бывает сколь угодно близко к нулю. А это значит, что вся эта штука сколь угодно близко к чему? Ну, то есть бывает очень большое число, согласны? Ну, на самом деле, конечно, никакой необходимости это нет. Вот так же, как Андрей, вполне можно все это сделать. Неважно.